Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет. В полуночных краях заснеженных пустынь и холодных ветров живут сказки севера. Прекрасные сказки больших и малых народов Крайнего Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока, населяющих территорию нашей многонациональной страны. И у каждого народа своя история, своя древняя культура и свои легенды. Многое можно узнать из сказок. В них отражается дух народа, его быт, образ жизни, национальный характер. Сюжет может быть сколь угодно фантастическим, но детали повествования всегда реальные, точные, соответствующие той земле, где живет сказка и ее творец. Отправимся в далекое прошлое, туда, где, завершив дневные дела, старый млад собрались у огня послушать сказителя. О чем он поведает сегодня? Расскажет красивую легенду о том, как луна появилась на небе. О чудовище, которое пытается поссорить человека и обитателей леса. Или, может быть, забавную историю о хитром вороне и сообразительной ловкой мыши. Итак, сказка начинается. Вот что было. Жила на земле бедная женщина. Было у нее четверо детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Трудно было матери. Дети ей не помогали. От такой жизни, от тяжелой работы заболела мать. Ненецкая сказка «Кукушка» – самая, пожалуй, известная история о печальной судьбе матери и непослушных сыновьях. Дети не стали ухаживать за матерью, и она обратилась кукушкой и улетела от них. Опомнились дети. Да поздно. Не вернулась мать-кукушка. И с тех пор не вьет себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей. Трудно представить лес без этой осторожной скрытной птицы. Кукушки на севере уделяют особое внимание. Ее вспоминают в обрядах, приметах, легендах и сказках. У кетских народов есть сказка с таким же названием – кукушка. Особое место в сказках северных народов занимают шаманы – люди, которые могут общаться с различными духами и совершать невероятное. Жила на берегу реки старуха Тама с двумя детьми, сыном и дочерью. Мужа у нее не было, на охоте медведь задрал. И оленей у них не было, жили охотой и рыбалкой. Недалеко от чума богатое стойбище стояло, жил в том стойбище молодой шаман. Был он маленький и горбатый, но имел очень большую колдовскую силу и так мог заколдовать, что никакие десять шаманов расколдовать не могли. Этот шаман хотел жениться, но за него никто не отдавал своих дочерей. Все его боялись. Вот однажды этот молодой шаман со своими работниками плыл вниз по реке, посмотреть другие стойбище, жену себе поискать. Плывут и видят – от реки девушка воду несет. Очень красивая девушка. Основой этой сказки послужила легенда о том, как появились в Сибири две реки – Елагуй и Келлок, и почему они так называются. А почему сказка называется «Кукушка», вы узнаете, прочитав сказку. Сказки нам говорят – ценится в человеке честность, смелость, находчивость. Недостойно быть не в меру болтливым, хвастливым и особенно ленивым. Ленивые герои сказок обычно наказывались за свое поведение. Их превращали в зверей или птиц. Так случилось с ленивой и завистливой девочкой из нанайской сказки Айага, не желавшей помогать матери. Было это очень давно. Жила в одном селении красивая девочка. Все люди любовались ее красотой. Загордилась девочкой и стала совсем ленивой. Целыми днями только и смотрела в свое отражение. Айага не выдержала испытания красотой, загордилась и перестала замечать близких, за что и была наказана. Издавна на севере был обычай собираться всем вместе на праздники после особенно удачной охоты. Или зимой, когда пурга валит с ног, в ожидании хорошей погоды. Вот тогда и наступало время рассказов и сказок. Зора глаз у охотника. Ничто от него не ускользнет. Все успеет подметить. Вот, смешно двигая носиком, пьет воду мышка. Вот песец вдали махнул своим пушистым хвостом. А вот медведь испуганно оглянулся на куропаток, внезапно вылетевших из кустов. Каких только птиц и зверей нет в тундре и тайге. Видно поэтому на севере особенно много сказок о животных. Они совсем как люди. Живут в чумах, ездят верхом на оленях, переправляются через реки на лодках и даже охотятся. Дивишься этим невероятным историям и понимаешь, что ведь это про людей. Пришла весна. Из теплых краев прилетели на скалы у Берингово пролива две пуночки. Свили себе гнездо на высоком утесе у самого моря. Вот однажды сидела пуночка-мать на краю гнезда и пела сыну песенку. Летел мимо ворон, услыхал песенку и забрал ее силой. Что делать? Сыночек без песенки заснуть не может. Пришлось пуночке отцу взять охотничьи рукавицы, боевой лук, меткие стрелы и полететь искать обидчика. Прочитайте сказку и вы узнаете, вернул ли отец песенку. И почему пуночки едва завидят, что ворон мимо летит, замолкают и боятся даже клюв раскрыть. А может хотите узнать, почему северное сияние всеми цветами разукрашено, яркое, нарядное, но безголосое? Зато птицы в тундре, хоть и простенькие, неказистые с виду, да поют весело, живут радостно. А вот у совы голос некрасивый. В сказках, легендах северных народов чаще всего северный олень – главный помощник человека, источник его богатства, защитник от злых духов. Олень всегда рядом с человеком, может наказать или помочь в трудной ситуации. В чукотской сказке «Девушка и месяц» девушка смогла обмануть месяц, который хотел ее похитить и заставила его светить всем людям, а помог ей в этом северный олень. Сказки севера о животных по-своему объясняют повадки и внешний вид зверей и птиц. Отчего у зайца длинные уши? Как медведь и бурундук дружить перестали? Как ворон и сова друг друга покрасили? Ворон. Обычно эта птица в сказках разных народов представляет темные силы и предвещает несчастье. Совсем другим предстает кворон Кудха в северных сказаниях. Он прародитель людей, ему поклоняются. Он многолик и выступает как ловкий, лукавый, хитрый, но неунывающий, находчивый и веселый человек. Однажды Кудха взял удочки и пошел к морю за рыбой. Много наловил. Самых крупных рыб запряг в нарты и поехал домой. А вот добрался или нет? Сказки севера рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, знакомят с их представлениями и обычаями. Жил один орочь. Жена у него была и сын. Сын большой, пора бы отцу во всем помогать. Да мать избаловала, во всем ему потакала. Что хочет, то и делает. Однако, хоть и поздно, отец стал его к охотничьему промыслу приучать. Снарядили лодочки-оморочки. Сын отца не послушал на охоте. Вместо нерпы за касаткой погнался и пропал. Найдет ли отец сына и кто станет лучшим охотником? Прочитай и узнай. Тысячи тысяч сказок живут на нашей земле. Всем, кто любит их слушать, они рассказывают о событиях невероятных, волшебных, иногда страшных, часто веселых, смешных. Большинство чудесных историй появилось в незапамятные времена и проделало долгий путь вместе со своим народом. Такие народные сказки создавались творческим воображением многих талантливых сказителей, шлифовались от поколения к поколению и обрели совершенную форму, благодаря которой сказки пленяют нас в любом возрасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова